Эти кадры не могут оставить равнодушным никого. Есть вещи, на которые смотреть никогда не надоест, и наши домашние питомцы в кадре вызывают умиление. Человек, собаки, друг. Прежде всего. А собака, даже самая крошечная, всегда ответит преданностью на эту дружбу, уверен брещанин Николай. Он со своим псом-лордом уже несколько лет не разлей вода. Выполнять команды, играть с мячом и быть послушным у лорда получается на отлично. А еще друзья соблюдают правила выгла. Когда мы идем гулять, значит я с собой беру пакетик, мячик, поводок. Намортника у нас нет. Но вообще, если рядом люди, то смотря какие люди, люди попадаются разные. Бывает, кто-то боится. Я-то знаю, что он никогда никого не кусал, и он никого не укусит никогда. Вообще надо, чтобы он ходил рядышком, чтобы знал команды, чтобы был воспитанный. Совок, мешок и поводок – три самые важные вещи, которые должны быть в наличии у хозяина собаки. Они, несомненно, понадобятся на прогулке. В городе над Бугом насчитывается 32 площадки для выгла собак, но чтобы до них добраться, нужно время. А потому первый зеленый уголок у дома становится подходящим местом для барбосов, чтобы исправить нужду. И здесь работают правила уборки, закрепленные за хозяином. Не зря говорят, воспитанному человеку даже перед собакой должно быть стыдно. Каждый владелец, он должен иметь с собой пакет, совочек какой-то для уборки за собакой, потому что никому неприятно видеть помет собачий, естественно, на газонах города. Нужно держать собаку на поводке, потому что бывают случаи, когда собака, дети подбегают к собаке, и собака может напугать ребенка. Не потому что она злая, а агрессивная, просто потому что она сама может испугаться. Опасные породы, конечно, должны быть обязательно на поводке и на мордниках. Обычно при себе надо иметь, чем убирать после нее, понимаете? Вот это основное, чтобы где-нибудь в городе не было напачканно. Выгуливают собак на поводке и на морднике. Значит, это правило не распространяется на собак декоративных пород в холке до 25 сантиметров. Запрещается выгул домашних животных несовершеннолетним детям и такие породы опасных, потенциально опасных порог. Владелец должен помнить, что собака по дороге до этого места выгула сделает себе свою нужду. Поэтому есть в правилах один из пунктов, который гласит о том, что владельцы домашних животных обязаны соблюдать и не допускать загрязнения общегородских территорий. Принадлежности для уборки, поводок, намордник для собак, рост которых в холке превышает 25 сантиметров, все это должно быть наличие у ответственного хозяина. А еще следует помнить, что за содержание домашних питомцев следует платить налог. Это называется налог на владение собак и кошек. Налог на собак нужно уплачивать по достижению трехмесячного возраста. Уплачивается этот налог ежеквартально, для пород особо опасных в размере полторы базовых величины, для остальных 0,3 базовых величины. Данный налог указывается в жировке, поэтому куда-то самостоятельно обращаться, платить физическим лицам нет необходимости. Ответственным хозяевам домашних питомцев напомним также о прививках, потому как знакомить шариков и мурок с городской жизнью можно и нужно только после того, как будет сделана вакцинация противовирусная и против бешенства. У вас еще нет четвероногого друга? Подумайте, прежде чем завести его, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Ирина Кузьмич, Тарат Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.